Здорово ночевали! Собственно говоря, из последующего изложения моего Будет понятно, что эти две темы тесно взаимосвязаны Восходящий кириаге герку кэса Выполняемый двумя руками Сложный рез Сложный рез, который очень часто не только у хрупких девушек Но и у крупных мужчин выполняется в таком виде, что кажется, что они косплеят Александра Овечкина То есть очень глубокое заведение клинка назад Бросок тела и взбрасывание клинка перед собой Естественно, это абсолютно неверно Да, у восходящего герку кэса не очень удобный хват правой руки Когда клинок у нас находится в позиции ваконукамая у правого бедра Но у нас две руки И как раз вот здесь работа левой руки очень важна Эта ошибка свойственна тем, кто привыкает душить клинок правой рукой Душить рукоять клинка Кто впивается в него И естественно, под таким углом Развернуть запястье При крепко сжатом на цка, на рукояти, кулаке Очень и очень сложно Если, конечно, вы не гуттоперчивый мальчик Но у нас есть левая рука Следующая ошибка Это когда, опять же, вот прошла у нас первая часть реза Правая рука, опять же, мы вцепились, начали душить рукоять И мы пытаемся рубить правой рукоятью А левая рука при этом у нас вот сжата, напряжена и согнута еще и в локте Естественно, это все абсолютно неверно Я сторонник того, что у хорошего, у стремящегося стать хорошим мастера клинка Клинок – это часть тела Продолжение его тела неотделимо от него Так же, как руки, ноги, глаза В ката мы останавливаем рез Так, чтобы кисаки нашего мяча смотрел в глаз нашего оппонента Что не дает ему сократить дистанцию Сам рез очень мощный и направлен под мышку Выполнять его можно как на шаг правой ноги Так и на шаг левой ноги Вы не должны зависеть от положения ног Если говорить о прикладном аспекте Который, естественно, сейчас в 21 веке практически не востребован Но тем не менее, если мы говорим о чистоте искусства Вы не должны зависеть от позиции ног И даже ваш воображаемый оппонент не будет ждать, когда вы встанете в удобную позицию В следующей части нашего занятия мы рассмотрим Как восходящий гяку кэса кириаги выполняется в практике томасыгири Выполнение восходящего косого реза В практике томасыгири Я разместил циновку так, что она практически имитирует человека моего роста Чуть-чуть ниже Ну, это в пределах допустимых Рез, как я уже упомянул Направлен под мышку Рез 45 градусов Повторюсь Не нужно использовать клинок катаны Как клюшку Рез, несмотря на то, что рез мощный Рез, иногда способный снести вашего оппонента с ног Тем не менее, должен выполняться легко В него вкладывается все тело Не нужно рубить Не нужно пытаться запускать клинок Бросая его, выбрасывая вперед Рез должен выполняться легко Помимо прочего, важность левой руки Хотел бы отметить на таком неявном факте В практике школ, использующих два клинка В частности, генканитарю, созданный ГОСАКО Первый рез, выполняемый катаной Пусть это неявно Он не всегда является как бы продуктивным Очень часто это рез для разрыва дистанции Для того, чтобы отогнать оппонента для нас И уже поражающий рез Выполняется левой рукой в Акидзаси Поэтому упражнения для левой руки С Субури, с Бакенами, с Яйта С заточенными клинками, с Шенкенами Выполнять необходимо Естественно, это не очевидно В силу того, что во время Томасекири Наша циновка закреплена на неподвижной стойке Но это становится гораздо понятнее Если мы будем отрабатывать практику двух клинков Генканитарю в додзю В режиме кензюцу Спарринга кумитачи с нашими оппонентами Как это может выглядеть? Первый рез, выполняемый катаной Разрыв дистанции И поражающий рез, выполняемый Выкидзаси В следующей части нашего сегодняшнего занятия Еще немного о практиках правой и левой руки В стилистике генканитарю Заключительная часть нашего сегодняшнего занятия Как бы объединяет обе темы Затронутые мною сегодня Это восходящий косой рез И работа левой руки Но несколько нетипично В генканитарю восходящий косой рез За счет того, что мы работаем с двумя клинками Во многих ката и яй раздела И кензюцу раздела Выполняется одной рукой Он может выполняться классически Нацеленный подмышку Иногда это подрезание рук нашего оппонента Но, опять же, генканитарю В школу двух клинков И работа левой руки Также важна Работа левой руки Невозможна без того Чтобы левая рука Была так же функциональна Как и правая Урабить Работа левой руки Отпрос Резюмируя все сказанное на сегодняшнем занятии Нет мелочей И если вы занимаетесь Начали только заниматься Либо планируете заниматься клинком Вне зависимости от стилистики Западной, восточной Вне зависимости от школы Одноручной, двуручной Вы должны развивать и совершенствовать все свое тело Стремиться к тому, чтобы оружие было частью вашего организма Сродниться с клинком Как бы порой напыщено Как бы порой не казалось это уклоном в метафизику Все это не казалось Видео будет размещено на моем канале YouTube Ссылки на него будут размещены в наших группах Facebook, ВКонтакт При возникновении вопросов пишите Звоните, обращайтесь Буду рад помочь всем Аригатоли за мастер З Богом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!